И все же он вспомнил, как это будет по-русски. В ноябре прошлого года Енох приехал из Нигерии в Россию. Он не один, всего 11 человек из разных мест Африки прибыли в Санкт-Петербургскую Духовную Академию по направлению Патриаршего Экзархата в Африке. Мы в Духовной Академии занимаемся очень-очень давно иностранными студентами. И первые иностранные студенты приезжают в Санкт-Петербург в 1625 году. То есть уже без малого 300 лет наша Духовная Академия имеет традиции образования иностранных студентов. Поэтому для этих коридоров, для этих стен, где мы находимся сейчас с вами, иностранные разговоры, иностранные студенты не на «вы». И поэтому, когда еще я учился в семинарии, у меня были студенты, которые мои однокурсники, которые были из других стран. И я не чувствовал, что они другие. Ведь все мы здесь объединены тем, что мы пытаемся постичь азы православия, стать будущими священниками. И вот во Христе есть такое единство, которому даже языковый барьер и не страшен. Сейчас африканские студенты осваивают программу «Русский как иностранный». Проще говоря, учат язык, любуются красотой православных храмов и потихоньку привыкают к русской жизни. Первый храм, в котором я оказался, — Казанский собор. И он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне жаль, что таких храмов нет в Нигерии, откуда я родом, но я надеюсь, что они появятся в Африке. Сейчас я помогаю митрополиту в Арсенофе, как и подьякон, и видел много храмов, чему очень рад. Конечно же, ребята сразу же проявили себя с большой мотивацией. То есть ребята находятся с ноября месяца, без малого, как бы три месяца. И уже сейчас они имеют небольшие, но успехи в обучении русского языка. Они уже пытаются говорить. Например, примечательным можно такой факт выделить, что некоторые студенты, когда с ними говорят на английском языке, наши русские студенты-семинаристы, они просят говорить исключительно на русском. Я же приехал в Россию учить русский язык, не надо со мной говорить по-английски. Очень тактично, вежливо, но этим самым ребята показывают то, что они приехали не просто четыре года посмотреть красивые храмы в России, не просто посмотреть, побыть в одной из лучших семинарий нашей церкви, но именно выучить русский язык и через русский язык, как средство, прикоснуться к культуре русского православия. Меня впечатляет в русских храмах красота икон и тишина внутри. Но самое яркое впечатление – это вид Петербурга с колоннадой Исаакиевского собора. От пищи духовной к пище насущной. Ну, как не поговорить о том, чем кормят гостей и что им нравится, а что не очень. Я долго не мог привыкнуть к русской еде, но я начал пробовать все больше и больше, и теперь я могу есть любую русскую еду. Но особенно мне нравится. Это рис, салат, картошка. Моя Россия. Я люблю еду. Это макароны и бледы. Я люблю пиццу. Сок и рис. Я люблю рис. Россия рис. Это все. Меня зовут Аритон. Я из Ликари. Здесь я люблю еду. Рис и макароны. Люблю еду. Хлеб. Белый хлеб. Картошка. Каша. Я не люблю суп. Большим откровением для африканских семинаристов стала наша благочестивая традиция окунаться в ледяную купель на крещение. Ну, не говорите, что на крещение вы их повели окунаться в прорубь. Нет. Студенты только-только приехали. Всяческие возможности со здоровьем, так как они тяжело акклиматизируются. У них не было желания? Горячего не было. А они знают о моей традиции? Ну, вообще, естественно, мы им всячески рассказываем о традициях России, так как они находятся здесь. Но как-то вот такого ярого желания у них особо не было. Однажды африканские студенты спасли Академию от закрытия. Было это во времена хрущевских гонений на церковь. Тонко чувствующий, что происходит, митрополит Никодим Ротов на базе Академии организовал факультет африканской христианской молодежи. А вот уже когда владыка-митрополит понял, что ситуация действительно очень сложная в Духовной Академии, ну, он квартировался в Духовной Академии, это вот тот храм, который при нём был открыт, это его домовый храм, где он молился ежедневно, он совершал литургию. Была необходимость спасти Духовную Академию. Таким образом, он принимает африканских студентов, ведёт переговоры во Всемирном Совете Церквей, принимает африканских студентов, и они здесь учатся, то есть, как сказать, уполномоченные получают списки студентов, которые приняты, и он видит среди них африканцев. Конечно, он мгновенно дал добро на то, чтобы они обучались здесь, то есть Академия не закрылась. Великопостные службы тихие и символичные, пропитанные чувством истинного покаяния. Время даже не течёт, а осторожно переливается из одного богослужения в другое. Архимандрит Захарий Мулингва служит на греческом, говорит на английском, а его родной язык – суахили. Я родился и вырос в христианской семье, в которой пятеро детей. Мой отец как раз и привёл меня ко Христу. Он каждое воскресенье водил меня в католическую церковь в нашем городке. И так я рос во Христе, который был в моей семье. Мой духовный путь начался в школе. У нас был православный преподаватель богословия, и он глубоко и интересно рассказывал о православной вере. Можно сказать, что я в православии со школьной скамьи. Отец Захарий принял крещение в 19 лет. Затем у себя на родине учился в семинарии. Причина того, что я стал священником, кроется в том, что я глубоко начал изучать православие. Я внутренне чувствовал в сердце желание служить в православной церкви. Я принимаю православие и богослужение, и саму жизнь. Да, монашеская жизнь очень трудна. Ты жертвуешь собою ради Христа. И когда я стал глубоко погружаться в православие, я решил внимательно изучить, что на самом деле есть монашество. Русских святых любимых у меня много. Я был во многих церквях и монастырях, но мой самый любимый святой – небесный покровитель Академии, Иоанн Богослов. Архимандридцы легко делятся с нами разными бытовыми впечатлениями. Например, рассказывают, что наша каша вкуснее, чем в Танзании. Меня очень тронуло отношение студентов ко мне. Они все пытались мне помочь, а когда у нас были языковые трудности, студенты собирались вместе и вместе старались мне помочь. И, конечно, самое важное – я могу здесь получать богословские знания, которые мне очень пригодятся в Африке, и я вернусь на родину с частицей русского православия в сердце. Оказывается, отец Захария еще не был в Казанском соборе. Просим у него благословения, чтобы поездка в Казанске состоялась, молимся и едем большой компанией. И правда, все получилось. Хороший экскурсовод. И даже возможность подняться на колоннаду. Гости в восторге. Красиво. Очень красиво. Большой город. Да, да, очень красиво. Это прекрасное место, где мне удалось побывать. Петербург – прекрасный город. Мне очень понравился вид города именно отсюда. И я по-настоящему рад учиться в Духовной Академии. Моя родина очень отличается от России. Ну, прежде всего, у вас очень холодно, а у нас жарко. Почему так много людей стоит в очереди, спросили африканцы. Потому что им всем очень надо поклониться иконе Казанской Божьей Матери. Ей как маме. Можно рассказать обо всем и попросить, и даже пожаловаться. «Казанской Божьей Матери» Казанский собор Он очень большой, у него есть чудотворная икона, и именно здесь можно найти сокровища православной веры на русской земле. Я подошел к иконе Казанской Божьей Матери, просил и молился за мою духовную жизнь и о моем монашеском пути, чтобы Богородица сохранила меня. Еще я молился за всех людей в Африке, и людей, которые приходят сюда, чтобы они сохранили истинную веру во Христа. Я просил у Божьей Матери защитить эту страну, благословить русских людей. И просил всем сил для выполнения православной миссии в Африке. А потом отец Захария заплакал. Так, как может плакать только христианская душа. Чисто и честно. И в мгновение стерлись все территориальные границы и языковые барьеры. Его слезы были так близки и так понятны. И любовь, которая все покрывает, витала в воздухе. Наталья Славова, Иван Славов. Специально для Русского мира. Из Санкт-Петербурга. На Анастасия. Продолжение следует. Продолжение следует...